Для тех, кто не хочет нас потерять из виду, в описании под видео я разместил ссылки на наши каналы в Дзен и в Рутуб. Заходите, подписывайтесь. Ну а мы пока есть возможность, будем публиковать видео и здесь, хотя ограничения уже наложены и предупреждения получены. Также хотел бы выразить огромное спасибо нашему подписчику Льву Заласмановске, сори, если неверно произнес фамилию, за душевную и материальную поддержку. Ну а сейчас смотрим видео, которое уже сделано пару месяцев назад, но никак не увидевшее свет. Сегодня пришел и его черед. Итак. Здравствуйте всем, в работу к нам поступила головка блока цилиндров Kia Sportage 1996 года. Как видим, фаркамер. Автовладелец недавно приобрел автомобиль, но проездить толком на нем не успел. Забулькали газы в бачке и владелец решил вскрыть двигатель. Скинул головку, рассмотрел ее и обнаружил большую межсидельную трещину. Вот она сейчас в кадре. Естественно, клиент предположил, что это щель и есть та самая проблема. Клиент привез головку в цех, чтобы мы сделали всю необходимую работу по ней. То есть, откапиталивая. Рассмотрим остальную поверхность. Пока ничего другого обнаружить не удалось. Есть трещины на фуркамерах, но они не критичны. Во всяком случае, пока то, что я вижу, на неочищенной головке. Вижу очень большое количество герметика. Никогда не понимал, зачем его столько наваливают. В этом месте наблюдается излом резьбы крепления клапанной крышки. Свечи по какой-то причине моторист или кто-то ее снимал с блока цилиндров оставили. Снимем их, это не проблема. Вновь видим огромное, ну просто огромное количество герметика. На первый взгляд, кулачки распредвала, во всяком случае, внешне, находятся в нормальном состоянии. Первонаперво удалю проводку. Откручиваю гайки со свечей. Освобождаю проушины проводки. Снимаю кабель. Теперь ослаблю гайки, удерживающие бугели распредвала. Отпускаю гайки постепенно по всем шпилькам, чтобы не допустить перекоса и перелома вала. Аккуратно, не сильно постукивая мягкой болванкой, срываю бугели с места. Теперь откручиваю гайки и снимаю по одному бугелю. Посмотрю пока визуально без промера на их износ. Ну, конечно же, износ присутствует, но он вполне адекватный. Посмотрю и на остальные бугели соответственно. Снимаю сальник распредвала, он вполне еще резиновый, он вполне еще нормальный. С другой стороны снимаю заглушку. Оценю распредвал. Визуальных дефектов и критического износа не наблюдается. Позже сделаю промеры, какой износ покажут нам циферки. Протру поверхность регулировочных шайб, чтобы нанести нумерацию. Так будет легче впоследствии регулировать, да и вообще. Да и вообще, это нужно порой для понимания всяких возможных нюансов. А здесь таки они оказались. При помощи магнита извлекаю толкатели. Их удобно извлекать, вращая по кругу и поднимая вверх. И вот здесь я не сразу заметил прикол, потому как все в масле и не сразу бросилось в глаза. И только когда я стал извлекать пятый толкатель, обнаружил на шайбе прилипшую жестянку. Этот толкатель стоит на выпускном клапане. Ставлю его пока на свое место. Посмотрю внимательно на изъятые ранее стаканы. Это впускной толкатель. Здесь, как видим, ничего лишнего нет. Ставлю его на место. Вновь выпускной толкатель. И вновь проставочка из жести. Далее впуск. Вновь не наблюдаю. И вновь выпуск. Вновь таки стоит проставка. Тогда понятно, стоит ожидать и на остальных выпускных то же самого. Так и есть. На впуске нет. И последний выпуск и есть. На последнем впуске также проставки нет. Измеряем толщину проставок ради интереса. Сверху. То же самое главное. Поставку ручку длина. Насколько ее... Жестяночка выкликаем. Проводится на рублиную подружину. На первом клапане толщина составила 2,5 десятки На втором выпускном 5 десяток Ну и на остальных, как оказалось позднее, проставки тоже имеют толщину 5 десяток И видимо под рукой не было иных размеров регулировочных шайб И мотористы, или кто ее там собирал, выкрутились подобным способом Но там еще и подтачивали шайбы, сейчас я покажу Диаметр этих шайб 32,4 Эти шайбы не так часто проскакивают в обиходе Толщина шайб я промерил 3,7-4 мм Это вот так корректировали впускные шайбы Видно, что их ручную шлифовали и завалили, естественно, края Толщина шайбы не так часто проскакивают в обиходе То же самое мы можем наблюдать и у выпускных шайб Рассухарю клапаны Возможно, здесь мы увидим отгадку, почему прибегли к проставкам Для увеличения толщины шайб и уменьшения зазора Ведь, как известно, при работе клапана и седла Зазор наоборот уменьшается И шайбу требуется ставить меньшей толщины, чтобы увеличить зазор А если на седле восстанавливалась фаска, выводилась фаска тарелки клапана при ремонте То зазор становится еще меньше А здесь выходит, зазор получился большим Возможно, поставили новые клапаны, на которых не притиралась фаска А значит, и вылет ножки клапана от носителя толкателя увеличился Сейчас глянем на это Обстучим тарелки клапана, чтобы ослабить сухарики в тарелке С трубцинным рассухаривателем разберем механизм Снимаем пружины Как всегда и как отче наш, сравним впускную и выпускную пружины Они одинаковы Извлекаем все остальные пружины и тарелки Откладываем в сторону Пометим мы клапаны Оценим предварительно на тактильных ощущениях зазор во втулке Что самое интересное, прогноз мой не оправдался Клапаны имеют очень острую тарелку, практически как бритва Видимо, при предыдущем ремонте Сэкономили на клапанах Решили поставить новые седла, а клапаны оставить старые При нарезке фасок на седлах не угадали с глубиной порезки Вот и вышел большой зазор Пришлось вновь таки, не покупая новых шайб Также, видимо, в целях экономии поставить такие вот проставки И вывести в размер путем подшлифовки шайбы Видимо, жестянка 5 десяток была в наличии Поэтому проще было подточить шайбы Как я понимаю, это было сделано продавцом Без личных затрат перед продажей Как вы помните, ребята только что купили авто И совсем немного на нем проехали Седла клапанов сильно расклепана Не забываю снять нижние тарелки пружин Удалю сальник Посмотрю на продолжительность его работы Ну что сказать Сальники клапанов довольно-таки еще мягкие, рабочие Последний момент Демонтаж свечей Поддались они без особого напряга и усилия На всякий случай проверил клапаны на биение Клапаны не гнутые Клапаны нормальные Однако их, как вы понимаете, нужно ставить новые Обрисовка головки проблем в месте трещины не выявила Однако оставлять ее в таком виде не рекомендуем Нужно варить Промерил зазор на впускных клапанах, где я сомневался Выпуск там однозначно был раздолбан Ну и впуск не порадовал Втулки также нужно менять все Ну что сказать Требуется заварка трещины, замена всех тулок, замена всех клапанов Сальники клапанов снял, значит нужно новые Нужно приобретать требуемые шайбы Плюс вся остальная работа по восстановлению геометрии сёдела, поверхности и регулировки Клиенту был озвучен весь список требуемых работ из запчастей И владелец до сих пор в раздумьях или в поиске новой головки Но пока решение мне его неизвестно А поэтому у нас на этом всё Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить И без аварийных вам поездок Субтитры создавал DimaTorzok